С проверкой на городские дороги сегодня вышли экологи и полицейские. Они произвели замеры, насколько выхлопные газы кировских автобусов соответствуют ГОСТу. Причиной для такого рейда стали жалобы кировчан на дым и неприятный запах от общественного транспорта. Об итогах проверки Екатерина Зубарева. С помощью специального прибора газоанализатора эколог Михаил Соколов измеряет плотность дыма выхлопных газов и содержание в них вредных веществ. Превышение нормы обнаружил уже у первого автобуса. Вместо положенной тройки прибор показал почти пять. Когда трубы две, замеряют обе, берут хукший результат. Но здесь уже на первое идет превышение. То, что его автобус обслуживается ненадлежащим образом, водитель знает, но лишь развел руками. Что я сделал? Выпускаю как на минимуме. Я за это не отвечаю. Однако ответить все-таки придется. За такое нарушение водителю предусмотрен административный штраф 500 рублей. По словам экологов, сильнее загрязняют воздух старые автобусы, так называемые пазики. За ними дорожные полицейские отныне обещали следить тщательнее. Проверки такие будут проводиться у нас регулярно. Как при выпуске на линию, при проверке технического состояния транспорта, когда они выезжают с организации, так и на конечных установочных трудах. Такое решение поддерживают и экологи. Ведь количество вредных выхлопов от автобусов увеличивается с каждым годом. А это влияет на здоровье кировчан. Мы замеряем непосредственно только взвешенные вещества. Но они говорят о неполном сгорании топлива. А при неполном сгорании топлива, кроме взвешенных веществ, идет целый спектр, начиная от угарного газа и кончая различными канцерогенными веществами. В других городах автобусы с неисправной топливной системой снимают с рейсов. У нас же карательная мера – это штрафы от 500 рублей до 1000. И этого, как показывает практика, недостаточно. Одна только сегодняшняя проверка показала – воздух засоряет каждый второй автобус. Екатерина Зубарева, Даниил Кочкин, Бюро новостей Давича.